Греция наконец-то выходит из кризиса после 8 лет политики жёсткой экономии. В четверг министр финансов Еврозоны обсудят здесь, в Люксембурге, заключительный план действий по оказанию помощи стране. За эти годы ВВП Греции сократился более чем на четверть по сравнению с докризисным уровнем. Страну покинули более полумиллиона молодых и высококвалифицированных специалистов. Большинство из них возвращаться не собираются. Лиа Куру изучала экономику судоходства в Афинах. Затем училась в Нью-Касле и начала карьеру в Греции. Но условия труда оказались тяжёлыми. Она столкнулась с дискриминацией и четыре года назад в разгар кризиса уехала в Люксембург. Здесь она нашла работу в судоходной компании, начав новую жизнь. Сейчас ей 37 лет. Думает ли она вернуться? Нет, ведь ничего не изменилось. Несмотря на все страдания, которые нам пришлось выносить все эти годы, ничего не изменилось. Всё осталось таким же, как было. Не изменилось вообще ничего. Поэтому я уехала. Здесь у меня нормированный рабочий день. У меня остаётся свободное время, которое я могу посвятить самой себе. К тому же в Люксембурге действует просто отличная система здравоохранения. Поэтому возвращаться в Грецию, где царит неуверенность и неопределённость, я не собираюсь. Полагаю, пройдёт не меньше, чем 20, а то и 30 лет, пока произойдут все необходимые изменения. Пока мы достигнем момента, когда там вновь распахнутся двери для высококвалифицированных специалистов. Но мы к тому времени будем уже далеко не молоды. Что же требуется для того, чтобы Греция вновь встала на ноги? Европейский инвестиционный банк уже вложил средства во множество бизнес-проектов, на которые приходится 10% ВВП страны. Мы по-прежнему планируем уделять особое внимание транспортному и энергетическому секторам. Мне представляется важным модернизировать автострады, дороги, транспортную систему в целом. В модернизации нуждается система сообщения между различными частями страны, например, между островами и материком. Совершенство недостижимо, но мы должны приложить усилия для того, чтобы дело двигалось в правильном направлении. При этом, несмотря на улучшение ситуации, еще предстоит решить проблему долга. Греция уже предприняла серьезные усилия, и последствия принятых мер были весьма тяжелыми, но страна выстояла, и теперь мы наблюдаем позитивную сторону. Видны результаты проведенных реформ. Но теперь вопрос состоит в том, как быть с долгом, который составляет 180% ВВП. Это слишком тяжелый груз.